Добрый вечер, это История Рока. Меня зовут Александр Устинов. Сегодня мы смотрим фильм «Рок-кумиры Билли Джоэл», а в гостях у нас Максим Леонидов. Добрый вечер. Вообще, рок-н-ролльщиком можно назвать человека, играющего на пианино. Билли Джоэл, Элтон Джон и так далее, там подобное. Те, кто основным инструментом берет пианино. Ну, конечно. У нас же есть весь фортепианный рок-н-ролл, начался с этого человека, с чубом. Джерри Ли Льюис? Джерри Ли Льюис, конечно. Извините. И Литл Ричард же тоже играл на пианино. Да, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис, мы можем там еще кучу назвать людей. И Джерри Ли Льюис был кумиром Джона Ленна. Это был эпизод, когда уже в, дай бог память, скажем, где-то в середине 70-х, когда у Ленна был американский загул его знаменитый. И он в одном из клубов был на концерте Джерри Льюиса, и за кулисы к нему прибежал, и стал целовать его сапоги, и кричать, ну, пьяный был, конечно, кричать, что Джерри Льюис самый великий артист на свете и так далее. Джерри Льюис обалдел, не узнал его. Ну, а когда Ленна, значит, утащил приятеля, по-моему, они с Филом Спектром там были, то сын Джерри Ли Льюиса спросил, папа, ты хоть понимаешь, кто это был сейчас? Бандит, я тебя целовал. Так что вот, нет, можно. Понятно, что, в принципе, пианино – рок-н-ролльный инструмент. Джерри Льюис играл ногами, и, в общем, он так драйв дает, но, но хард-рок. Вот, насколько в такой жесткой музыке могут прижиться такие инструменты, как пианино, как, я не знаю, может быть, духовые? Возможно ли это вообще? Да, мне кажется, что все возможно, на самом деле. Я однажды на одной записи провел эксперимент такой, я совместил дикси-ленд с хард-роком. Это было в Израиле, этой записи здесь нет, она сюда не дошла. Но это было очень симпатично, поскольку всю основу играли электрогитары и барабаны, такой прямо хардовую, тяжелую. А на этом фоне тромбоны, трубы и флейты играли дикси-лендовские так. Такой дикси-лендовский абсолютно ходы. Но все это было положено на очень тяжелую хардовую основу. Звучало очень симпатично и смешно. Так что любые эксперименты, они годятся. В 1969 году Билли Джоэл вдвоем с ударником предыдущей группы создали дуэт Атила. Они играли такой странный психоделический хард-рок. Без гитар, только клавишные и ударные. Они даже выпустили альбом, на обложке которого музыканты предстали одетые гунами, у дверей не снова склад. А какая любимая пластинка у Билли Джоэла? «Glass Houses» – хорошая пластинка. Но у меня на каждой его пластинке, безусловно, есть любимая песня. Вообще, самая моя любимая песня у Билли Джоэла – это «Good Night My Angel» – колыбельная, посвященная дочери. Гениальная песня. Гениальная. Если мы говорим о Билли Джоэле и о влиянии, то сразу же на ум приходит начало к «Моя любовь на пятом этаже». Да, мы потом от него отказались. Да? Да. Это вещи происходят автоматически? Да. Вот где-то вдруг ты потом сам понимаешь, видишь, что это вот так вот и отказался. Конечно, потому что музыка, она витает, ты же не помнишь откуда что. И у тебя иногда есть ощущение, что это ты придумал. Я потом, почему я убрал это из конечной версии песни «Моя любовь на пятом этаже», потому что до меня вдруг дошло, что это очень похоже на Билли Джоэла. Вы это знаете, потому что на концерте, видимо, мы когда-то это играли так. Но в том виде, в котором эта песня… И я тогда слышал Билли Джоэла, когда… Да, да, в том виде, в котором эта песня вышла на пластинке, конечно, уже этого нет. Потому что ты иногда себя ловишь просто за руку. Такое количество, такой объем музыки, который слушается за всю жизнь. Ну, вот ты встаешь на эту дорожку, идешь и дальше уже слушаешь постоянно эту музыку. У вас дома у папы была огромная коллекция пластинок. Вот это тысяча пластинок, у которых песня. Насколько уже ты понимаешь, что вот то, что ты сочиняешь, это оригинальное? Что вот нет вот этих вот невольных взаимствований, что называется? Никогда ты этого не понимаешь, на самом деле. Никогда. Потому что ты живешь не в безвоздушном пространстве. И, в общем-то, то, что я делаю сейчас, это, если хотите, постмодернизм. Потому что в том, что я сочиняю, есть огромная инфлюенция и влияние самых разных стилей, начиная от Битлса, заканчивая, я не знаю, Гребенщиковым. Все, что мне нравится, все, что я чувствую родным, все находит какие-то места в моей душе, а следовательно и в том, что я делаю. То есть это тот уголь, которым я топлю свою тупу. А мой продукт – это вот то еще, из чего все это получается. Другое дело, что при этом не должно быть заимствований, то есть не должно быть плагиата. Ну да, я понимаю. Но какое-то влияние эстетическое в основном, оно обязательно. Какие-то адреса, которые понятны для своих, безусловно, в моих песнях есть. В 1971 году новую песню Билли Джоэла «Кэптон Джек», одна из радиостанций на восточном побережье Штатов, стала крутить в эфире нелегально, без разрешения на то артиста и лейбла, использовав фонограмму с концерта. Этот скандал заставил Билли Джоэла переехать на западное побережье, где он выступал в барах и клубах под именем Билли Мартин. Впоследствии Джоэл написал автобиографическую песню о таком резком повороте судьбы. Композиция называлась «Пиано Мэн» – «Пианист», и она стала первым хитом молодого музыканта. Вот лично для вас, для Максима Леонидова, чем определяется рок-н-роллность песни? Хороший вопрос. По духу, может быть. Ну вот, рок-н-роллность. Что такое рок-н-роллная песня? Не знаю. Не знаю. Я это чувствую как-то... Я не могу это сформулировать. Хотел сказать какой-то поэтической стороной чушь собачья, потому что... Что за поэтическая сторона? Джонни Бигут, там вся история про то, как мальчик играет на гитаре, сидя там под ба-бабом. Фигня. Сарабу-рабу, понимаете? Не знаю. Потому что... Что-то в этом есть. Хотел сказать сексуальностью, напором. С другой стороны, ушка, да, Майкл Джексон. И напор, и сексуальность, все там есть. И это не рок-н-ролл. Инструментами можно на электрических гитарах играть поп-музыку. Да и играется она в огромном количестве. Да, играется. Непонятно. Но, тем не менее, я четко знаю, что Билли Джо... Понимаете, вообще я бы отказался от такого понятия, как там рок-н-ролл, не рок-н-ролл. Вот я бы, как бы сказал, вот произведение и продукт, вот это две разные вещи, да. Когда-то в 50-х годах они очень, как бы, были тесно связаны. Потому что тогда все это было в Нове, и там Перкинс и так далее, вот они клепали эти рок-н-роллы. Они были произведениями в своем роде, потому что просто это была очень новая вещь тогда, да. Но они же были и продуктами, поскольку они очень быстро продавались, как жареные пирожки. Здесь все-таки не только продукт произведения, здесь есть некий элемент духа. Я слышу там вот этот драйв. Он там есть, и для меня это рок-н-ролльная песня. Потому что это дело тут даже не в драйве. Мне кажется, что в ней есть месседж, то есть в ней есть некое послание артиста к человечеству. Я прошу прощения за громкие слова, но иначе это не назовешь, да. И вот когда это есть, то это есть произведение искусства, это есть песня. Когда этого нет, то это группа рефлекс. Потому что ты мой зверь, я твой зверь, делай со мной, что хочешь, ненасытный. Это не произведение. То есть это не месседж от артиста к человечеству. Ну, это кому как. Для некоторых это очень даже месседж. Да. Грубо говоря, там в песне Woman is a nigger of the world, да, есть позиция. Но это крайность все-таки, действительно. Ну, правильно. Я специально крайности беру, да. С другой стороны, да. Смотрите, в Yesterday есть позиция. Есть. Потому что это лирическое высказывание. А как только это лирическое высказывание, это произведение искусства. А песня «Давайте выпьем Наташу Сухову вина» это не лирическое высказывание. Это скомбинированные красивые слова. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка. Понимаете? Без Пальмы де Майорки, блин, горелый, нету жизни. А с Пальмы де Майоркой есть. В 1987 году Билли Джоэл стал первой американской рок-звездой, выступившей в Советском Союзе. Концерты прошли в Ленинграде и Москве. Миллионы советских зрителей смогли увидеть живое выступление музыканта по телевидению. А в Петербурге концерт передавали в прямом эфире по радио. Здесь под впечатлением рассказов о блокаде была написана песня «Ленинград». И вскоре увидел свет двойной альбом, названный незатейливо по-русски. Концерт, записанный во время гастролей Билли Джоэла в Советском Союзе. Вы были на концерте в Ленинграде, когда вы приезжали? Не было, к сожалению. Меня не было в городе. Я был на собственных гастролях. Потому что это был первый, пожалуй, концерт, где вот так широко анонсировали приезд иностранного музыканта. Причем достаточно известного иностранного музыканта. Там. Но при этом он очень мало был известен. Абсолютно был неизвестен у нас. И у нас был полный зал только потому, что это американский певец с бэндом. По-настоящему узнали гораздо позже, когда появилось, опять же, у нас MTV и что-то. Да, вот песни типа «We didn't start the fire». Вот эти вот все. «Matter of Trust». «Matter of Trust», да. То есть вот с этими песнями. Песни «Ленинград». Как человек, который приезжает в совершенно незнакомую для него страну, причем страну, о которой, в общем, очень много негативного. Он слышал, как он может проникнуться тем, что произошло здесь, в Ленинграде, написать такую песню, как «Ленинград», за буквально, ну сколько он был-то всего? Два-три дня. Ну, потому что он художник. Что ж тут? Это значит, что у него душа расчесанная. Он, может быть, многого не знал, и когда он сюда попал и увидел это все, надо еще понимать, что человек, который не знает ничего про Россию, приезжает в Петербург, он ошарашен тем, что он видит роскошный европейский город. Ну, по тамошним временам, может быть, не вполне роскошный. Поправку, да, на времена. Но, во всяком случае, европейский. Его же не возили по Лиговке, понимаете, или в Коломну, его не возили, да? Он жил в Европе и видел площадь искусств, Зимний дворец, Неву на пароходике. Большой СКК, в котором он выступал. Да, большой СКК, полный, набитый, значит, людьми, которые выражали ему свою любовь и восторг, там. И его еще привезли на музыкальной ринге, я помню. И задавали идиотские вопросы. Он был, да, на музыкальной ринге. Он спросил, знаете, Билли, вот вы американец, а вот когда у ковбоя остается один патрон в кольте, вот для кого он его приберегает? Тут на него пациент говорит, я вообще ничего про ковбоев не знаю, я в Нью-Йорке живу. Мысленно я ему аплодировал. В начале сольной карьеры Билли Джоэла часто называли американским Элтоном Джоном, что сильно задевало певца. Однако в 90-е, когда Билли Джоэл сам стал суперзвездой, он дал несколько совместных концертов со своим извечным конкурентом, сэром Элтоном Джоном. Вот есть ли разница между двумя этими конкурентами? Огромная. Огромная разница. Прежде всего, вы знаете, в чем между ними разница. И мне кажется, что это как бы их сексуальная ориентация, она слышна и видна в музыке. Причем, если Элтон Джон, он, так сказать, гей, и абсолютно этого не стесняется, это узаконено, то Билли Джоэл, он мачо, он боксер, у него боксерское прошлое, он такой настоящий мальчик, уже пожилой на сегодняшний момент. Но, тем не менее, у них был совместный тур, и общее между ними что? И тот, и другой играют очень красиво и пишут очень красивые баллады. Но, на мой взгляд, Элтон Джон не милее гораздо тот, который Йелло Брик Роуд, да? А Билли Джоэл, он постоянно, он консиленно как бы вот для меня существует на определенном очень высоком уровне. Между песней «It's still rock'n'roll to me» и песней «Rivers of Dreams» большой промежуток времени, лет, наверное, 15, я так понимаю, тот Билли Джоэл и этот Билли Джоэл – разные люди. Там молодой, энергичный парень, здесь уже умудренный опытом мужчина. Как, меняя музыку, меняя мировоззрение, как все-таки сохранить вот что-то вот настоящее? Как не упустить вот этот вот… Это можно назвать духом рок'n'roll или можно назвать вот просто каким-то вот духом, что называется? Если моя жизнь, она, и то, что я пишу, оно не рок'n'roll, так и бог с ним, с рок'n'rollом, потому что мне важнее быть самим собой, чем оставаться рок'n'rollным, понимаешь? Это понятно. Я не имею в виду в данном случае рок'n'roll, как некий вот надпись в каком-то биографии. Да, давай просто скажем, как оставаться настоящим. Да, настоящим. Настоящим можно остаться тогда, когда ты меняешься не по воле моды, а по необходимости твоей внутренней, когда эти изменения происходят изнутри тебя. Когда ты просто понимаешь, что вот на сегодняшний момент вот такие песни ты больше писать не можешь, да? А пишутся у тебя песни совсем другие. И когда ты забиваешь болта на то, будут это крутить по радио или не будут, выпустят эфиры на Первом канале или не выпустят, пригласят тебя в танцы со звездами или не пригласят. Грубо говоря, когда все-таки приоритетом для тебя является делать то, что ты считаешь нужным, тогда ты остаешься самим собой. Как только приоритет другой, тогда ты начинаешь заниматься не искусством, да? Шоу-бизнесом, это можно назвать как угодно. Огромное спасибо, Максим, Максим Леонидов, а мы смотрим фильм «Билли Джоэл. Рок-кумир».